Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Марина Конодакова и сейчас на связи с нами исполняющая обязанности начальника отдела Республиканского управления Роспотребнадзора Юлия Ильина. Здравствуйте, Юлия Александровна! Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы поговорим с вами как раз о безопасности школ, потому что у нас начинается учебный процесс после такого большого перерыва. Скажите, пожалуйста, вот родители, конечно, знают об основных требованиях, которые будут соблюдаться учебными заведениями для того, чтобы здоровье детей было в безопасности, но все-таки что им еще важно знать и понимать, когда они отправляют своего ребенка в школу? Ну, прежде всего, нужно понимать, что условия обучения изменятся. Изменятся они уже начиная со входа. Предлагаю и обращаю внимание родителей на то, что со состоянием здоровья будет особое внимание уделено уже при входе в образовательную организацию. И если родитель знает заведомо, что у ребенка есть некоторые признаки острых респираторных заболеваний, а в том числе температура, то лучше такого ребеночка оставить дома, не подвергать, прежде всего, риску его здоровья и здоровья окружающих в большом коллективе в школе. То есть такой ребенок однозначно не будет допущен до образовательного процесса. И научиться нужно экономить будет свое время, потому что если такого ребенка выявят на фильтре на входном, его изолируют и до прихода родителей он будет находиться в изолированном помещении. И родителю придется вернуться, то есть потратить свое, может быть, это будет уже рабочее время, на то, чтобы ребенка забрать и далее показать уже врачу. Министерство образования заявило о том, что все у нас образовательные учреждения готовы к началу учебного года, что в них будут обеспечены все требования Роспотребнадзора. Скажите, пожалуйста, а как вы со своей стороны контролируете исполнение своих требований? Ведь родители хотят быть уверены, что действительно в школах сейчас будет безопасно, что там действительно будет все дезинфицироваться, что они обеспечены антисептиками, приборами для обеззараживания воздуха, что технически будут постоянно протирать помещения? Смотрите, со стороны Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия также проведена большая работа. Да, мы не проверили каждую школу, но с каждой школой вот эти моменты, про которые вы сейчас, Марина, обратили внимание, на которые обратили внимание, мы проработали. Я хочу обратить внимание телезрителей уже в свою очередь, что все эти режимные моменты, они не являются чем-то новым для образовательных организаций. Дезинфекция воздуха, дезинфекция помещений, влажная обработка, это все проводилось и ранее в обычном режиме, но может быть с меньшей кратностью, и не так длительно. Здесь, конечно же, будут условия игры изменятся, и нужно будет проводить это все чаще, дольше, и мы будем говорить про постоянный режим работы в новых условиях. Можно уточнить, получается, что вы в каком случае можете прийти в школу и проверить, что действительно ли там исполняются санитарные требования? Если будет вспышка или если будет какое-то обращение родителей? Ну, совершенно верно. Основания для проведения проверки сейчас у нас будут только в том случае, если будут регистрироваться случаи заболеваний, новой коронавирусной инфекции как среди персонала, так и среди обучающихся, при обращении к граждан, но это по согласованию с прокуратурой, и если к нам поступят иные требования по вертикали власти. Очень много вопросов про маски. Да, понятно, что школьники в масках быть не должны. А вот что касается педагогов? Да, Марина. В санитарных правилах предусмотрены в обязательном порядке ношение масок в течение всего рабочего дня техническим персоналом, обслуживающим персоналом, работниками пищеблоков. И как временную меру на период формирования коллективного иммунитета в течение двух месяцев, то есть это первая учебная четверть, мы рекомендуем педагогам соблюдать масочный режим в условиях отсутствия возможности соблюдать социальную дистанцию. То есть преподносится материал в снятой маске, когда ребенок подходит к педагогу или где-то в рекреации, идут в столовую, то маску нужно носить. Прежде всего, эта мера направлена на защиту самого педагога, потому что мы знаем, что детки болеют в легкой форме, бессимптомной форме, взрослые болеют с более выраженными клиническими проявлениями. Но это позволит продолжить образовательный процесс в очном режиме, в обычной для всех нас форме. Скажите, а вообще у нашего регионального управления Роспотребнадзора есть все-таки какие-то прогнозы? Вот это открытие школы, оно может спровоцировать снова всплеск заболеваемости коронавируса? Марина, это ожидаются такие прогнозы, такие есть, будем говорить честно и открыто. На понимание, что каждый осенний период в предыдущие года начинается не только в этом году новая коронавирусная инфекция, но и ожидается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. То есть это сезонный подъем. То есть мы не исключаем, что на фоне сезонного подъема респираторными инфекциями возможно и ухудшение эпидситуации в организованных детских коллективах по новой коронавирусной инфекции. Спасибо вам, Юлия Александровна, за разъяснение. Я поняла, что, конечно, очень многое зависит от родителей, как они объяснят детям правила поведения в школе, что нужно постоянно мыть руки и все-таки постоянно протирать их дезинфицирующими средствами. Конечно, нужно следить за температурой ребенка. Уже от этого будет зависеть, какая ситуация будет в школах. Совершенно верно. Хочу всем пожелать здоровья и успешного начала нового учебного года. Редактор субтитров А.Семкин